Так, всем привет! Сегодня среда, у нас Нелла Мизир из Детройта, штат Мичиган. Я из Москвы, как Zoom позволяет нам соединять континенты. Нелла, привет! Привет, всем привет! И я предложил бы поменять немножко наш формат, начать с таппинга, потому что в нашей части света уже вечер, и чем дальше к Владивостоку, тем позднее. И наверняка у многих людей, кто в Европе и в ближайших странах находится, уже вечер, и день закончился, день, возможно, был разный, возможно, были какие-то стрессы, и мы могли бы начать с учебного таппинга. Ну, смотри, со стрессов начать всегда хорошо, потому что они у нас есть у всех. И общий таппинг, с которым мы можем начать сегодня, как ты предлагаешь, поменять формат, я думаю, что где бы в какой стране человек бы не был, несмотря на то, что у нас, предположим, день и только час дня, где-то в Калифорнии, например, 10 часов утра, а где-то там в Австралии глубокая ночь, все равно, когда человек заходит на стресс, то, безусловно, он имеет место быть и во время середины дня, и утром, и вечером. И, как я уже говорила, и я скинула два маленьких видео как раз, когда мы заряжали на хороший день и заряжали на ночь, то я всегда говорила одно и то же, что хороший день начинается с хорошего сна, а хороший сон начинается с того, что мы вечером отпускаем все стрессы дня, да, потому что, как у нас очень часто бывает, мы все уже разделись, помылись, легли с кровать, и потом начинаем обдумывать весь день, что у нас было, да, и начинаем вспоминать, кто-то нам что-то сказал, а надо было ответить так, кто-то что-то сделал, а надо было сделать так, а там я поругалась с ребенком, а зачем я это сделал или сделал, да, а там еще, значит, у кого есть дети, ребенок принес со школы двойку, да, и вообще очень часто я вижу дальше разворот событий вообще очень такой вечером, да, ребенок принес со школы двойку, дальше он не закончит школу, дальше он не поступит в институт, дальше он не получит хорошую специальность, и дальше он вообще будет нищим. У нас развитие по детям идет очень интересно, да, иногда проследить, куда наши мысли нас несут с ними, да, потому что у кого есть дети, как правило, почему я сначала говорю о детях, потому что, как правило, не имеет никакого значения очень часто, в каком возрасте наш ребенок, но чувство тревоги очень часто возникает, связанное с детьми в любом возрасте, просто априори, да, что вот мы что-то подумали, там телефонный звонок, если ребенок не живет вместе, он там заболел, или еще что-то с ним происходит, или, например, мой младший сын очень любит всегда делиться со мной своими путешествиями, и всегда заранее, а он такой адреналинщик, да, и вот интересно, что я, это было несколько лет назад, когда он жил в Мексике несколько месяцев, и начал мне рассказывать о том, как он хочет спуститься в какую-то пещеру, которая глубина 400 метров, и туда обязательно надо прыгать с парашютом, да, никак, да, и она как-то называет, я даже не помню, как она называется, и потом он мне стал рассказывать, как он, значит, погружался куда-то на дно океана, и после этого я ему сказала, пожалуйста, когда ты делаешь такие вещи, ты мне же рассказывай после того, как ты их сделал, не надо мне заранее говорить об этом, я как-то хочу спать, спать, хочу спокойно, и поэтому я и говорю, что очень часто то, что мы набираем в течение дня, то, что мы слышим, мы с собой берем в постель, кладем рядом на подушку, в обнимку засыпаем, прокручиваясь вот так вот в разные стороны в течение ночи, просыпаясь по пять раз, у меня есть, например, клиенты, которые говорят, я ничего не понимаю, три часа ночи вот так вот проснулся, сел, больше уснуть не могу, все, и я говорю, о чем думалось до того, как лег спать? и вот начинается какой-нибудь рассказ, да ты понимаешь, мне там муж сказал, да ты понимаешь, там у меня не получилось что-то, да ты понимаешь, там маркет грохнулся, это очень часто бывает у нас, сейчас у всех, да, что-то с деньгами происходит, инфляция, да, и мы это все, да, послушали новости по телевизору, особенно время у нас сейчас очень спокойно, во всех кавычках, да, и мы это все тянем с собой, организованно рядом, постель, подушку, и с этим имеем дело, поэтому да, давайте сегодня, отличное предложение, Саш, давай начнем, прямо сейчас именно с с этого таппинга отпускаем стрессы и погружаемся, ну, кому надо, сейчас, кто, кто будет спать после нашего эфира, или собирается спать, или даже тот, кто будет слушать в середине дня, все равно, он потом может прослушать в конце вечера, или просто запомнить то, чем мы говорим, поэтому я предлагаю так сделать такую вещь всем закрыть глаза и как раз вспомнить про наше приятное воспоминание. Что такое приятное воспоминание? кто не знает, что такое приятное воспоминание, я напомню, приятное воспоминание – это то воспоминание, которое вам приносит чувство радости, то воспоминание, где вам легко и спокойно, то воспоминание, которое ощущается очень хорошо в вашем теле. вот когда вы думаете о чем-то, или о ком-то, что вы где-то, часто люди представляют себя на природе, на берегу океана, иногда в парке, где птицы поют, иногда, где фонтаны. У каждого это воспоминание свое, но оно точно у каждого из нас есть. поэтому подумайте, где вам сейчас приятно находиться. Пускай мысленно. Наше подсознание не отличает реальности от визуализации. Поэтому даже если мы в мыслях переносимся куда-то, где нам легко, свободно, приятно, оно точно так же ощущается в нашем теле, в нашем сознании и в нашем подсознании. поэтому представьте себе, где и как, с кем у вас сейчас возникают радостные, приятные воспоминания. Позвольте этому состоянию полностью спуститься носочком на ногах и подняться вверх, заполнить ваше тело, как будто вы бы наполняли графин с чистой, прозрачной водой до макушки головы. Позвольте этому состоянию спуститься с плечей, кончиков, пальцев на руках и дайте раскрутиться этому состоянию. Просто раскрутиться, заполнив себя полностью этим состоянием, которое вызывает у вас чувство радости. сделайте глубокий вдох-выдох возьмите себя за запястье и скажите слово спокойно. Радость. Радость. Окей, сегодня пропускай будет радость. Отлично. И сейчас закройте глаза еще раз и подумайте о том, какой у вас был день, что вас волновало, что вам мешало, чтобы вы сделали не так, чтобы вы сказали не так, что предстоит завтра, что беспокоит. Подумайте об этом. И от нуля до десяти оцените это состояние. Где ноль, вы вообще ничего не чувствуете, а десять вы ощущаете тревогу, волнение и еще какие-то чувства. Что вы себе говорите? Теперь откройте глаза. Закройте их еще раз. И сделайте это состояние волнения еще сильнее. Состояние тревоги, волнения еще сильнее. Чем сильнее оно, это состояние, тем легче его отпустить. И сейчас открываем глаза, смотрим в потолок, поднимаем глаза в потолок, берем пальцы, два пальца руки и начинаем стучать по точкам. Начинаем с лба. Вся моя тревога. Вся моя привода. Сторона глаза. Все, что сегодня произошло не так. Все, что произошло не так. Под глазом. Все, что я кому-то сказала не то. Все, что я кому-то сказал не то. Включица. Все, что я сделала не так. Все, что я сделал не так. Все, как я знаю, что я сделала что-то не то. Все, как я знаю, что я сделал все не так. все что мне кто-то сказал не кто-то сказал глазом я это все отпускаю сейчас и это все сейчас все что я кому-то сказала или подумал или подумала я это тоже отпускаю это тоже поставим и по мере того как я это отпускаю и по мере того какие то отпускают я позволяю себе успокоиться я позволяюсь успокоиться спокойно закончить какой-то закончили проснуться утро проснулся утра бодрой бодры и радостным и радости глубокий вдох выдох запястья Отлично. Открываем глаза и делаем вот такое вот движение. Чудесно. И опять закрываем глаза. И обратите внимание, если у кого-то волнение, тревоги были на десяточку, где они сейчас стоят? Если будет какая-то обратная связь, то я буду очень благодарна, потому что всегда обратная связь приятная, и я знаю, в какую сторону нам идти, в какую сторону нам двигаться. И опять закрываем глаза и ощущаем вот это вот состояние. Что с нами происходит? Отлично. Теперь опять открыли глаза и опять смотрим потолок. И стучим. Опять двумя пальцами лох. Все, что еще осталось. Все, что еще осталось. От моего недовольства сегодняшним днем. От моего недовольства сегодняшним днем. Все, что еще осталось. Все, что еще осталось. От моих переживаний. От моих переживаний. под глазом откуда бы они не пришли откуда бы они не пришли откуда бы они не взялись откуда бы они не взялись включиться я это все отпускаю сейчас это все отпускаю сейчас имеет смысл имеет смысл освободить себя освободить от всех переживаний сегодняшнего дня от всех переживаний сегодняшнего дня? Имеет смысл спокойно лечь в кровать и уснуть. Имеет смысл спокойно лечь в кровать и уснуть. Имеет смысл чувствовать себя хорошо от этого. Имеет смысл спать полноценным сном и проснуться утром и пороснуться утром бодро и радостно. Осознавая то, что сегодня самый лучший день в моей жизни. Отлично. Глубокий вдох-выдох. Запястье. Радость. Радость. Расскажи мне, как состояние. Замечательно. У меня и было неплохо, а сейчас прям вообще классно. Отлично. Я надеюсь, нам напишут, как себя чувствуют после этого. И, возможно, вопросов будет поменьше вопросов, потому что таппинг помогает нам успокоить нервную систему и какие-то вопросы отваливаются сами с собой. Это правда. Очень многие вещи, когда мы отстукиваем стресс, то они отпадают сами с собой. Это абсолютно точно. И я все время говорю о том, что очень часто меня спрашивают про таппинг, про формы разной таппинга. Какой таппинг лучше, какой хуже. И, ребят, ну вот абсолютно однозначно, тут нет ответа. Тут работает все, что работает для вас. Да, лучше тот таппинг, который вам помогает. Совершенно верно. И самое главное, что даже само простукивание, где бы вы не простукивали, или это кончики пальцев. А потому что, например, если вы сидите на какой-то встрече, которая важна для вас, да, или вы опять-таки разговариваете с ребенком, или что бы вы ни делали в течение дня, пускай, я все время говорю о одном и том же, пускай таппинг, возьмите таппинг на вооружение как привычку для снятия стресса в любой ситуации. Потому что снимая стресс в любой ситуации, у вас появляется ясность. У вас появляется ясность. И я сегодня сделаю очень интересный трюк. Я сейчас поделюсь своей хитростью. Сегодня я вижу комментарии. Раньше я спрашивала комментарии все, чтобы мне Саша читал комментарии. Сегодня я сделала шаг и очень горда собой. Поскольку кто меня знает уже, они знают, что у меня такая очень слабая дружба с технологиями. Несмотря на то, что я на это таппала очень много, поэтому у меня, по крайней мере, вообще есть какая-то дружба сейчас с технологиями. Я, наконец, образила, как я могу смотреть на нас с тобой. Можно ютубер. Ну, кстати, я не знаю это и как это. А очень просто. Я включила другой девайс. Другой гаджет включила. И все. Поэтому я сейчас вижу, кто с нами, какие вопросы задаются, кто нам говорит привет, кто нас смотрит, сколько у нас лайков. О, ну тогда мне стало сильно легче. Мне не нужно будет перечитывать тебе вопросы. Да, я сегодня такой хитростью воспользовалась. Очень интересно. И после моего поста в нашей группе, в Телеграме, кто там отсутствует, добавляйтесь туда про час GPT, про анонсы, которые он мне теперь пишет. Вот примерно 20 человек туда перешло. То есть эта тема зашла. Так что люди, пользуйтесь. Это очень интересно и полезно для улучшения вашей работы. Чем бы вы ни занимались. Потому что ты прекрасно пишешь тексты, там можно составлять планы. Я написал. То есть для меня сложная вещь такая была, как написание технического задания. Особенно, когда ты работаешь с фрилансерами, то это беда просто. То есть ты пишешь, что тебе нужно что-то поправить там на сайте. И они начинают. Напишите ТЗ, как его писать. Или заполните бригг какой-то там. Ну куча всякой ерунды, которую не хочется делать. А тут я говорю, что GPT? Напиши задание. Для фрилансера. Про то-то, про то-то. И он мне раскладывает все по полочкам. Я просто копирую и вставляю. Все. Не надо ничего придумать. Я еще туда не дошла. Не надо ничего печатать. Учитывая то, что я печатаю медленно. Это вообще беда. А здесь ты просто наговариваешь. Причем на любые абсолютно темы. Зайду обязательно. А если вы еще владеете английским языком, то для вас это вообще кладезь. Потому что по сравнению с русскоязычным 2,5, англоязычный раз 30-40 мощнее с точки зрения объема информации. Интересно. Прежде всего, у нас есть последовательница наша, Татьяна Крылова. Я хочу туда переключиться. Которая написала спасибо. Стало гораздо лучше. Сложный был день. И я, во-первых, очень благодарна вам, потому что я знаю, что вы за нами следуете, Саша, уже давно. И благодарна за отзывы и за лайки, которые вы нам ставите. Это очень приятно всегда. И это нас, в общем-то, продвигает и двигает дальше делать эти эфиры. Эфиры, да, потому что мы знаем, да, мне кто-то еще написал в эфире, Нелла, только, пожалуйста, работайте. Работайте. Не уходите на сне. Работайте. Да, 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 да. Только, пожалуйста, я не помню, кто это был, но кто-то написал. Да, пожалуйста, делайте эфиры. Да, конечно, мы планируем продолжать эти эфиры. Во всяком случае, такие у нас планы есть, и мы будем их делать дальше. И вот то, что написала Татьяна, она написала, все гениальное просто. Но так оно и есть. Самое главное, что… Почему гениальное просто? Потому что, прежде всего, к этому гениальному надо подойти. А очень часто у нас присутствует страх, да, подходы. И вот я говорю про технологии, мне надо было самой, в принципе, оттапать этот страх, потому что у меня был страх компьютера просто. Страх телефона, страх компьютера. И когда мы все перешли в онлайн, вот эту вот ситуацию, да, что был ковид, и нам пришлось… Был шатдаун, то есть был карантин, и очень многие мы перешли работать в зумах и в скайпе, и в ватсапе, и на телефонах, и на компьютерах, то для меня вот этот вот был переход, он был достаточно, ну, я не могу сказать проблематичный, но он был тот, где мне пришлось отработать мой собственный страх. Именно с точки зрения боязни нажать не на ту кнопку, на то, что что-то исчезнет, да, и как вообще зарядиться и запустить зум, например. Очень многие вещи вот такие, которые я вот конкретно, я сидела на компьютере, нажимала на мышку, и в это время организованно вот это вот говорила, да, я отпускаю весь свой страх того, что я что-то сделаю не так, да, конкретно, да, я отпускаю, что я, возможно, что-то и сделаю не так, но я ведь только учусь, поэтому я отпускаю весь свой страх, что я что-то сделаю не так. И глубокий вдох-выдох, и если я говорила, да, peace, как я по-английски, покой, да, или сейчас по-русски мне нравится больше радость. И очень интересно, что я вот это вот стала отрабатывать, и спокойно выхожу туда, туда, туда. Поэтому я думаю, что вот эти вот истории, которые наши собственные, да, или очень часто они похожи на вашу историю, и ваша история похожа на нашу историю. И поэтому таппинг, вот как мы говорим, какой вид таппинга? Любой, который вам подходит, самое главное, чтобы он был постоянным. Мне сегодня, вот мы с Сашей выходим сейчас в эфир раз в две недели. Я периодически запускаю там маленькие ролики свои, да, может быть, я начну делать что-то большее, я еще не решила. Но вот между этими двумя неделями, да, там 14 дней, ну, 13 дней будем говорить, да, вот в этот момент, пожалуйста, делайте что-то сами, да, берите наше видео, таппайте вместе с нами по нашим видео, по моим роликам, когда я ставлю маленький, потому что у меня есть маленький ролик на спокойную ночь, на хороший день, да, например, или маленькие ролики на отсутствие тревоги. Самое главное, что, чтобы вы это делали постоянно. И вот интересно, сейчас уже пишет Ирина, да, делаю таппинг две недели подряд, по ощущению, как будто опутывает какой-то приятный плед. Простукиваю без слов. Улучшение состояния происходит плавно, без скачков. Мне нравится, спасибо. Спасибо вам, что написали. Огромное спасибо вам, благодарность. Ну, вот как раз таппинг без слов, это называется ТТТ, таппинг травма, что-то там. Это у нас есть там видео с Гунила Хэмс, вот они использовали этот таппинг в Руанде с бертвами геноцида. Да. И именно потому, что там был языковой барьер, вот, и это работает именно таким образом. Работает потрясающе. А если вы хотите об этом узнать, посмотрите, там несколько есть видео на тему ТТТ, вот. И это работает так же. То есть говорите вы, не говорите, сущите вы по всем точкам, сущите вы по одной точке. Вы все равно получаете навык успокаивать свою неделю. Успокаиваете, стресс снимаете, да. И есть еще такое понятие в таппинге, вот тоже без слов. Оно называется no content, да. То есть когда нету контента в самом таппинге, да. Этот таппинг очень хорошо делать, вот если вы хотите, например, сделать таппинг или научить кого-то из ваших близких. Потому что наши близкие очень часто не всегда хотят с нами делиться тем, что с ними происходит, да. Особенно мужья, жены, родители, как-то они более открыты этому, да, вот как ни странно. А вот мужья, жены, дети, они часто не хотят делиться с нами тем, что с ними происходит. И вот в данном конкретном случае можно просто такое слово сказать. Ты знаешь что? Мне не надо говорить, что с тобой происходит. Мне не нужно знать глубину всей твоей проблемы. Мне достаточно того, что ты подумаешь о проблеме сам или сама. И в это время ты просто это отстукиваешь по точкам, да, пока человек думает о том, что с ним происходит. И это абсолютно необязательно мне знать, что с тобой происходит в этот момент и какая у тебя там в жизни идет сложность. И это очень интересно, что когда, во-первых, мы тем самым с одной стороны учим этого человека таппингу, мы его просто обучаем этому. А с другой стороны, мы на самом деле помогаем ему отпустить какую-то свою проблему, которая у него присутствует, абсолютно не открывая душу перед нами, потому что очень часто именно в этом страх, да, что я кому-то откроюсь, я кому-то покажу свою слабость, что обо мне подумают, потому что мы живем в мире, где зависимость от чужого мнения просто астрономическая, да, наверное. И вот именно такого типа таппинг, он очень помогает во всех вот таких близких отношениях, как я говорю, когда не надо тебе там залезать и рыться полностью. И что мы с тобой еще говорили, я бы хотела поднять сегодня... Спасибо всем, кто пишет. Я вот, я же говорю, я сегодня прям получаю удовольствие от того, что я сама вижу отзывы, я такая вся счастливая. Счастливая. Кстати, это, да, я что хотел сказать, вот ты про сына рассказывала историю, да, вот, ну, видимо, у нее нет страха прыгать с парашютом в пещеру, а моя дочь Алиса, да, ты ее знаешь, вот, они собрались с подругой прыгнуть с парашютом, вот, и у нее этот страх есть. Она говорит, мы хотели бы к тебе приехать, чтобы ты нас простучал на страх прыжка с парашютом. Я говорю, о, welcome. Поэтому, ну, у нас есть как бы сообщество, да, там есть телеграм-канал Павла Познякова, где люди помогают тем, кому ухранят возможности платить. Табинг бесплатно называется, можете найти эту группу, вот, или помогать друг другу, то есть у нас есть как бы это сообщество, можете в том же телеграме списываться и помогать друг другу решать какие-то вопросы. Так как вы это поняли, да, как вы это умеете делать, так сказать, и это будет тоже работать. Это лучше, чем не делать вообще. Абсолютно, да. Потому что здесь сложно ошибиться и сложно... Совершенно верно, да. ...оточинить какую-то травму, потому что мы просто-напросто стучим и разговариваем, и все. Меня часто спрашивают еще, какие точки стучать, двумя пальцами важно или двумя пальцами, или всей ладонью. Нет, не важно. Двумя пальцами просто намного удобнее, чем чем-либо другим, да. Или, вот я же говорю, вот этот вот табинг на руках, да, когда мы по пальцам стучим тоже, он очень удобен. А если вы находитесь в состоянии, вот я говорю, вы где-то на митинге, то вы просто вообще можете взять, вот так вот, да, по одному пальцу. Вот вы говорите, вы что-то делаете, и никто не видит это, да. Вот. И теперь вот я смотрю, пишет Алина, что хочется поработать со страхом движения вперед. Я вижу, я увидела, Алин, запрос страха движения вперед. И как раз сегодня, вот вторая часть нашей встречи, я как раз ее хотела посвятить вопросу о стабильности и вопросу как раз страха движения вперед, потому что эти две вещи, они очень связаны, да. Мы живем в очень интересном мире сейчас, где стабильность полностью отсутствует. Где бы мы ни были, где бы мы ни находились, в какой стране мира мы бы сегодня не присутствовали, на какой работе бы вы ни были, какой бы бизнес у вас ни был, сегодня ситуация такая, что вряд ли кто-то на все 100% может сказать, что завтра все будет то же самое. И эта тема ко мне пришла от людей, которые ко мне пришли с одной стороны. А с другой стороны, я вчера посмотрела как раз маленький отрывок «Мастера и Маргариты», когда сидел человек и говорил в полную уверенность, что он завтра улетает в Кисловодск, на что ему Волод сказал, «Аннушка уже разлила масло». И что сегодня вечером будет просто потрясающая вещь. И кто не читал «Мастера и Маргариту», там ситуация была такая, что Аннушка – это был трамвай, масло разлила женщина на путях трамвая, человек, который собирался в Кисловодск, он поскользнулся, и трамвай ему просто срезал голову. То есть это к вопросу как раз о стабильности, о наших планах и то, что мы делаем. Поэтому здесь есть такая вещь, что когда мы начинаем разбираться, что вообще в мире все относительно, включая движение вперед. Стабильность она относительна, цены скачут, я понимаю, везде по миру, да? То есть маркет, биржа прыгает вверх-вниз, президенты баллотируются вне зависимости от нас. Это все то, на что мы повлиять не можем, но создает вот этот контент того, что отсутствует стабильность и появляется тревога. А тревога вызывает страх и вызывает страх движения. Она очень часто парализует. И тогда человек начинает закапываться глубже-глубже вот туда, в этот свой кокон тревоги. Тревога начинает разрастаться до миромых масштабов, и возможность движения вперед, она становится еще меньше. Ну да, какой смысл? Мы все умрем. Совершенно верно. А я тут слушала одного очень интересного эзотерика, я иногда слушаю, мне нравятся иногда вот эти вот все вещи. Он говорит, у меня, говорит, для вас есть сюрприз, говорит, мы все умрем рано или поздно. Поэтому, говорит, лучше жизнь прожить спокойно, радостно и с деньгами. Мне очень понравилось вот это вот. Поэтому лучше жизнь прожить радостно, спокойно и с деньгами. И здоровым еще. Я бы тут добавила еще ко всему прочему, еще и здоровым. И с хорошими отношениями. Поэтому, прежде всего, я бы хотела обратить внимание на вот это ощущение тревоги, когда нет стабильности. Я потом переключусь на вопросы после того, как мы сделаем таппинг на то, о чем я говорю. На ощущение тревоги, когда нет стабильности. Когда вы не знаете или думаете, что вы не знаете, что будет дальше. Или думаете, что вы не знаете, что вы будете завтра делать, куда вам двигаться. Или что-то вас останавливает от этого движения вперед. Все, как вы это знаете и все, как вы это ощущаете. Закройте глаза, представьте себе именно вот это состояние. У меня нет стабильности. Я не знаю, куда мне двигаться. У меня земля шатается под ногами. У некоторых она шаталась в полном смысле, когда было землетрясение, да? Я не знаю, что мне делать и куда мне идти. Обратите внимание, как вы это знаете. Обратите внимание на то ощущение, которое есть в теле. Да, я боюсь двигаться вперед. Я боюсь двигаться вперед. У меня нет стабильности, нет ощущения того, что все будет нормально. Теперь откройте глаза. Закройте глаза. И подумайте про приятное воспоминание. Почувствуйте его опять в полной мере. Сделайте глубокий вдох-выдох, возьмите себя за запястье. И скажите слово радость. Или покой. Или покой. Откройте глаза. И опять закройте глаза. И я напомню, о чем мы говорили. Отсутствие стабильности. Неуверенность в завтрашнем дне. Непонятно, куда двигаться. Непонятно, что делать. Возможно, непонятно, откуда брать деньги. У каждого это что-то свое. Может быть, кому-то надо переезжать. Я вчера столкнулась с женщиной, которой нужно было за последний месяц переехать три раза по определенным обстоятельствам. У каждого что-то свое. Все, как вы знаете. Обратите внимание на то, где в теле у вас это находится. Потому что у вас есть область тела, где вы держите эту тревогу. Сконцентрируйтесь на этом месте, где вы это держите. Откройте глаза. Двумя пальцем начинаем так. Все, как я знаю. Все, как я знаю. Что у меня нет стабильности. Что у меня нет стабильности. сторона глаза все как я ощущаю то что у меня нет стабильности под глазом все в чем проявляется отсутствие стабильности как ощущается отсутствие стабильности и учиться все что мне мешает двигаться вперед все что не мешает двигаться вся эта тревога это тревога лоб весь этот страх страх сторона глаза все это отчаяние все это отчаяние от глазом все это бессилие от создавшейся ситуации все это бессилие я не стою на своих ногах для не уверенно стою я не знаю куда мне идти я не знаю что мне делать лоб вся эта тревога это тревога страна глаза беспомощность без помощи под глазом безнадежность безнадежность включиться состояние вне контроля состояние вне контроля я это все отпускаю сейчас я это все отпускаю сейчас и по мере того как я это отпускаю и по мере того как я это отпускаю я позволяю чему-то лучшему я позволяю чему-то лучшему прийти сегодня и сейчас мою жизнь прийти сегодня и сейчас моя жизнь и я это принимаю глубокий вдох выдох запястье радость мне даже стало тепло у нас было утром достаточно холодно у нас меняется метаболизм у нас начинает течь по-другому совершенно верно это на самом деле и у нас меняется психосоматика меняется абсолютно верно обычно мы когда у нас присутствует какая-то тревога или какой-то страх нам всегда хочется сжаться до кожица каким-то образом укрыться чем-то теплым да часто даже залезть потом под теплое одеяло или пледом укрыться да точно вот и начинает лучше двигаться кровь по нашим сосудам да когда мы занимаемся таппингом причем это как происходит на физическом уровне потому что мы простукиваем меридианы определенные да мы лучам кровообращение на самом деле мы отпускаем наш гормон стресса кортизол до моего и кровообращение еще лучше идет потому что на самом деле кортизол очень часто отвечает наши надпочечники отвечает вот это вот состояние как раз и страха и вот этого желания он сгущает кровь и отсюда риск всяких сердечных заболеваний да поэтому позитив по всем параметрам и сейчас дайте мне пожалуйста обратную связь вот после этого простукивания что у кого получилось да я отвечу на вопрос людмилы что если что что ни в коем случае не рекомендуется делать при таппинге я отвечу словами гэри крэйга который придумал ft он говорил попробуйте это на все на кошках на собаках вы загуглите таппинг для животных на английском вы найдете видео где это делают кошечкам собачкам лошадкам и так далее и тот очень интересно еще знаю знаешь я бы что хотела сказать очень часто меня спрашивают когда мы с тобой договорились не говорить о медицине но я бы хотела сказать такую вещь очень часто меня спрашивают можно ли использовать таппинг на при болезнях при разных да или или психосоматике и тут есть такая вещь что вы как саша только сказал вы можете пробовать таппинг на все и конечно когда у человека идет какая-то какое-то острое заболевание обязательно обращайтесь к врачам при этом все равно вы можете делать таппинг потому что даже при обращении к врачам и то что вам выпишут какие-то таблетки делая таппинг работает уже момент плацебо да когда ваш абсорбирование вот этих вот таблеток она будет намного лучше очень часто чем когда вы в состоянии стресса вот опять мы вернулись кортизола да если вы принимаете таблетку когда вы больны и вы в состоянии спокойствия мозгов до полном смысле этого слова то таблетка работает лучше и это доказано это доказано уже не мною слава богу это большие исследования были проведены на эту тему мы сейчас это не будем поднимать всю эту тему но это доказано что отпуская стресс стресс и принимая лекарства ваши лекарства будут работать лучше чем если у вас этот стресс есть поэтому вам ответ вот вопрос который был задан да и вот я повторю хорошо алина я слышу повторяю раунд стабильность и повторяю а движение вперед обратите внимание еще раз закройте глаза и опять подумайте о том что мы обсуждали что вам так зашло да нет стабильности не знаю что делать не знаю куда идти не знаю какое решение принять не знаю что будет завтра обратите внимание что осталось где эта тревога находится где этот страх сидит чем голосом он вам вещает потому что там точно есть внутренний голос который вам что-то вещает это сто процентов откройте глаза закройте глаза и сейчас двумя пальцами опять лоб все что у меня осталось сторона глаз от этого страха микрофон не работает и специально выключил под глазом все что у меня осталось осталось от того что я знаю потому что у меня нет стабильности в жизни включится все что у меня осталось все что мне осталось от этого страха от этого страха что я не знаю что будет завтра что как я создаю этот страх это как я собой этот страх все как я его чувствую все как я это чувствую учебное-таки это все отпускаю сейчас и до ч Nintendo Loco я отпускаю всю эту тревогу я отпускаю что на глаза я отпускаю страх жить без под глазом я отпускаю все оставшиеся беспомощность все оставшиеся безнадежность включиться и отпускаю все оставшиеся состояние того что я ничего не могу контролировать все мое отчаяние по этому поводу все мое бессилие по этому поводу все как я это ощущаю все как она у меня появилась и проявилась все слова слова все фразы тон голоса выражение лица которые меня привели к этому состоянию я это все отпускаю сейчас я в полной безопасности я полной безопасности это все отпустить сейчас это все пусть сейчас я в полной безопасности я полной безопасности привести себя вести себя создать внутри создать внутри состояние покоя станет покоя включиться состояние ясности состояние ясности и это даст нестабильность уверенность в завтрашнем дне и желание двигаться вперед и желание двигаться вперед и я это принимаю глубокий вдох-выдох радость закройте все еще раз глаза и посмотрите что произошло что осталось как сейчас чувствуются сделайте глубокий вдох-выдох возьмите себя еще раз и запястье и скажите слово радость отлично покрутите головой немножко вот освободить вверх-вниз и руки и сбросьте вот это ищу и дайте мне обратную связь как вы сейчас себя чувствуете ну я могу тебе дать обратную связь пока нас догоняет наше видео связь замечательную вот какая мысль мне пришла что некоторые люди боятся двигаться вперед потому что они боятся ошибиться вот но хорошая новость в том что чем больше вы зарабатываете и получаете денег от своей деятельности тем больше у вас появляется право на ошибку то есть вы можете ошибаться безнаказанно практически вот потому что я ошибаюсь довольно часто потому что я экспериментирую со всякими химией там по всякими составами материалами и так далее вот и довольно часто это все приводит не тем результатом который хотелось бы получить вот это затраты но когда что-то получать это становится уже как бы технологии а некоторые люди они боятся ошибиться с первого раза на этом все закончится наверно мне кажется что корни от этого всего что нам в детстве не давали абсолютно ошибаться то есть нам получил двойку получи значит соответственно ну вот это как раз помнишь мы пару пару наверное видео назад делали видео про хороших мальчиков хороших девочек да вот мы подняли тему да это как раз то о чем мы сейчас то что ты озвучил да это страх ошибиться у нас идет из детства потому что наказывают за плохие оценки ругают я приводила пример во первых всем спасибо кто ответил алиночка спасибо юля спасибо спасибо всем ира я благодарна всем за отзывы да вот я когда-то приводила в пример разговор со своей подругой много лет назад уже и она мне позвонила в полной истерики что у нее ребенок получил тройку по математике и я не слушаю у нее истерика по телефону человек вот так вот бьет просто колотит по голосу да слезы текут я говорю скажи пожалуйста что произошло там не можешь объяснить ты не понимаешь у нас это неприемлемо в нашем доме тройка по математике вот таким вот голосом она не годится никуда а я только тогда с герри крэгом начала делать лет 17 назад было когда только герри крэг вышел я только познакомилась с ним и с его методика и я обычно вот этот вот делаю обычные в ти я говорю постой со мной игры просто повтори за мной да вот несмотря на то что это все произошло значит я полностью принимаю ситуации она мне орет о как я могу ее принять игру так пожалуйста просто повторить за мной несмотря на то что это произошло я полностью принимаю ситуацию до и мы делаем круг обычного таппинга это произошло это произошло 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 presidential значит и глубокий вдох выдох она успокоилась я sword теперь я хочу тебе сказать я хочу задать вопрос говорим про стресс да вот первое что мне надо было мне надо было ее успокоить она успокоилась чуть-чуть после первого раза но еще идет этот скрипт да это тройка это тройка я говорю давай делаем второй раз несмотря на то что мой ребенок получил тройку я полностью принимаю ситуацию делаем опять круг получил тройку глубокий вдох выдох значит все нормально она успокоилась еще больше гребет теперь давай я тебе скажу такую вещь я бы ты же мне позвонила за мнением или рыдать за мнение я гребет теперь такое мнение возьми пожалуйста табель своего ребенка да зачем игры возьми табель взяла я говорю а теперь посмотри пожалуйста оценки по предметам чтение не помню там чтение по моему было 5 язык 5 там что-то еще музыка 5 короче говоря а все пятерки 1 тройка я гря почему-то на пятерки не обращала внимание а это нормально я буду теперь давай мы сделаем так ты придешь домой и скажешь своему ребенку задашь вопрос как ты себя чувствуешь когда у тебя все пятерки подожди ответ а потом спроси а вот у тебя одна эта тройка ты хочешь также себя чувствовать как ты чувствуешь себя там где у тебя все пятерки ребенок закончил школу с отличием поступил в прекрасный университет сейчас это результат и уже его заканчивает а к чему я это привела это страх ошибки не учили никого в нашем детстве в глубоком что обращает внимание нужно на хорошее и потом делать связь с тем что что-то не так потому что что делали то что хорошее полностью отпускали да это нормально чтобы это было хорошее это нормально когда у тебя пятерки это нормально когда ты зарабатываешь это нормально когда там у тебя нормальная семья и так далее да а вот как только что-то ненормально это сразу обухом по башке и поэтому заканчивая сегодня нашу встречу я хочу вас друзья вернуть одному из моих самых пожалуй любимых но не полностью но один из самых любимых инструментов это то что я называю журнал радости поймала мою мысль мне уже складывать не туда совершенно верно а у саша а то что у саша это тоже то что мы обсуждали пару встреч назад это банка счастья да или же журнал радости журнал счастья или банка радости банка счастья значит суть заключается в том что у человека банка я же ты сразу сказал ты маленькую взял но мне некогда она будет мне окно загораживать я я расскажу просто что я делаю да с этой я ложу туда у меня вот маленькие листочки такие да просто банка маленькая на маленьких листочках а любое свое законченное дело то есть у меня вот лежат листочки что мне пришлось . что мне нужно сделать как только я закончил я фиксирую что я себя чувствую когда дело закончено любое да позвонить кому-то что написать и так далее и тому подобное да я испытываю удовлетворение что это сделал все я уже записал и когда я начал это фиксировать сейчас мне достаточно на эту банку просто посмотреть у меня поднимается настроение совершенно верно это привычки это просто горел себя на этом за и корил и а вот я я читаю сейчас еще отзыв ирины которая мне пишет урона джима прочитала что ошибка считается только то что не исправлена я не знаю согласна ли я именно с этим мнением я я считаю ошибкой можно называться только то когда вы ничего не делаете вот когда часто знаю в свое время когда я занималась разными учителями включая герри крэга и как герри крэг сказал тапайте на всем да все что вы видите тапайте на всем а роберт смит силы ахартман все вот эти вот гору которые сейчас у нас существуют вот в этом на этом уровне они все говорят одно и то же самая большая ошибка это та когда вы ничего не делаете ошибка поэтому если мы будем говорить о том что не исправлено но может быть это тоже сюда подходит да что ошибка то что не исправлено но тут тоже она предполагает действие вам что-то нужно делать чтобы что-то исправить нужно сначала поставить галочку и понять и понять да у меня например есть эта ситуация что в этой ситуации работает что в этой ситуации не работает взять то что работает и отпустить то что не работает изменить да и тогда у вас это все получится ну вот как то так да ну и позволить себе ошибаться потому что на самом деле если вы себя не позволяете ошибаться вы представьте что-то делать в определенном моменте может быть мы это возьмем следующий раз как ну в любом случае вернитесь потом канал напишите комменс чтобы вы хотели услышать следующий раз вот и мы это обсудим да ну а на сегодня у нас все спасибо что были с нами как вы спали после нашего вечернего таппинга а какие у вас идеи мысли появились и до новых встреч пока мэла пока всем пока пока до свидания